Южные рынки открываются рано и в торговых рядах с утра уже не протолкнуться. Ростовчане пришли за свежими фруктами и овощами, только что с поля или из теплицы. Для закрутки огурцы и помидоры, конечно же, покупать лучше на рынке. Аптовым покупателям здесь всегда сделают хорошую скидку. Цены, правда, все равно кусаются. Они выше, чем в прошлом году. Вот такие отборные помидоры до 70 рублей. Сорт сливка 35-40, огурцы от 45. Помидорчики в сезон должны уже где-то рублей 15-20, не больше стоить. Огурчики тоже. Огурчики сейчас золотые, их не докупишься. 60 рублей. Это от смерти огурчики получаются. Продавцы успокаивают. Еще не сезон. Это был первый урожай. Он не столь богатый, как ожидалось. Потому и цены у поставщиков от местных фермеров и частных хозяйств пока высокие. Должны подешеветь помидоры. Вот новый урожай должен пойти на огурцы. Конечно, будет дешевле. Потому что была в июле жара, все сгорело. То, что не сгорело, ливни были. Поэтому все зачистили огороды, посадили заново. Должен, вот ждем новый урожай. Будут хорошие огурчики, помидорчики. Все красивое и вкусное. Как раз сезон консервации. Картофель в широком ассортименте местный и привозной. В основном из Воронежской области. От мелкого до очень крупного. Желтый и красный для варки и жарки. Цены такие же, как в прошлом году. От 20 рублей за килограмм. На рынке дешевле, чем в супермаркете. Вот и все. Там поставили цену. Это же магазин же. Вот будет она стоит 40 рублей, будет врать. И берут. А тут можно же торговаться. Торговые сети сейчас в ценах на сезонные фрукты и овощи проигрывают любому рынку. Можно дешевле купить картофель, помидоры, огурцы, свеклу и кабачки. Но только по акции. В супермаркетах летом плохо брать. Там только зимой. Существенная разница в ценах этого и прошлого годов на фрукты. Больше всего подорожали яблоки. Цена в среднем 100 рублей за килограмм. А год назад в это время была от 40. Сливы, нектарины, персики ниже 100 рублей тоже не найти. Показательным будет начало сентября. В это время всегда обвал цен. В продаже появятся овощи и фрукты из Армении и Азербайджана. И местные производители станут расправить излишки урожая.